Всем добрый день! Это канал GT-класс. Просто математика. С вами Андрей Щетников и я продолжаю линию, начатую двумя предыдущими роликами про давление звуковой волны, которая поддерживала на весу тонкую алюминиевую пластиночку. Уже видно, что такой, казалось бы, простой ролик породил очень непростые вопросы. И эти вопросы, по большей части, живут не здесь, не в том очередном ролике, с которым я сейчас к вам обращаюсь, а там, в комментариях к двум предыдущим роликам. Мне кажется, что именно в комментариях сейчас идет основная интересная жизнь, основные попытки разобраться. Ну, и я уже говорил об этом и должен, наверное, еще и еще раз говорить, чтобы вы понимали, что мы здесь делаем, что мы с вами здесь делаем. Будучи физиками по образованию, закончившими физфакт Новосибирского университета, мы, тем не менее, сами себя по направлению своей деятельности считаем не столько физиками, сколько исследователями в области образования, дидактики и того, что я называю прикладной эпистемологией, то есть вопросов о том, каким образом люди что-то познают и в еще большей степени, каким образом устроено человеческое понимание. Почему мы что-то понимаем, а что-то понимаем с огромным трудом, в чем сложности, что нужно сделать и преподавателю для того, чтобы понимание облегчить, и что нужно самому студенту, ученику, любому из вас сейчас сделать, чтобы что-то понять. Ведь понимание – это всегда усилие, и я бы сказал, что оно всегда начинается с осознания границы. Вот есть круг того, в чем мы разбираемся, что мы уже, как мы считаем, по крайней мере, поняли, и есть где-то сфера внешне непонятного, того, что нам сообщают, а мы не можем понять. И есть граница. Понятное дело, что все это очень условно рисуется, но сама граница, она уже очень смутная, на нее выйти непросто. Но именно там, на границе, между понятным, на который мы можем опираться, и непонятным, непонятным, лежат наши возможности. Тот следующий шаг, который каждый из нас может сделать. Именно вокруг этого наша работа и идет, и наши ролики тоже с этим связаны в первую очередь, и основные, которые выкладываются по четвергам, и вот эта большая дополнительная серия, которую я звотеял последние полгода. Ну, теперь по физическому содержанию, того, что интересного, на мой взгляд, произошло. Произошло очень много всего интересного. Я не готов выделять все, но, как мне кажется, очень интересная дискуссия состоялась, ну, по крайней мере, у меня, с Михаилом Поволодским, регулярно пишущим комментарии, со мной спорящим, ну, в общем, весьма квалифицированным физиком, как я вижу. Хотя с несколько другими подходами, чем те, которые я практикую. И дискуссия касалась передачи энергии, распространяющейся волной, и передачи импульса. Ну, конечно, можно взять формулы, там много страниц, между прочим, написанные в шестом томе гидродинамики Ландау-Лившица. Но формулы — это крючочки. Ну, я так считаю, во всяком случае. И для того, чтобы понять, как бы, почему именно такие формулы написать, и к чему они приводят, нужно все равно какое-то качественное объяснение на пальцах. Во всяком случае, именно этому мы учим своих учеников, тех, кто участвует в сибирском турнире юных физиков, ну, и видим сами, что это приводит к хорошим результатам. Итак, что же разговор, который возник с Михаилом, он следующий. Ну, он касается передачи энергии в распространяющейся волне. И вот, когда я просто выделяю себе мысли на картинку, ну, некоторая бегущая волна, как сказать, откуда-то с одной стороны появляющиеся эти гребни, которые бегут, и уходящие в другую сторону. Ну, вроде, как бы, все частицы, особенно если это движение на поверхности воды, да, все частицы колеблются здесь, ведь волна бежит, а сами частицы воды, они никуда не убегают. И точно так же и, как бы, и в газе это сжатие разрежения, которое мы наблюдаем. А где же здесь передаваемая энергия? Ну, представим себе картинку другим образом. Вот источник, пока что воздух не возмущен, и вот источник заработал. Он заработал, колеблется на какой-то частоте, и от него начинают распространяться волны. То, что было неподвижным, приходит в движение. А это значит, что от источника к тому, что движется, передается энергия. В это движение вовлекаются все более и более далекие части среды, и это значит, что к ним энергия передается тоже. И вот я думаю, что именно вот такая картиночка является элементом объяснения. Когда мы эту картинку ухватываем, мы начинаем понимать. Мы говорим себе, да, правда, вместе с волной должна передаваться энергия. Потому что как эти части все более и более далекие вовлекаются, если к ним энергия не передается? Это же противоречие. Значит, энергия передается. Но с другой стороны, а как она передается? И это непростой вопрос. Потому что когда мы видим вот эти движущиеся на месте, да, стоящие частицы, или колеблющиеся туда-сюда, вроде бы никакой передачи энергии не происходит, и это то, что заставляет нас, меня, я надеюсь, вас тоже, задуматься. Ответ непростой. Я сейчас даже не буду его обсуждать. Но здесь, во всяком случае, возникает представление о фазовой скорости волны и о групповой скорости. То есть такие вещи, которые где-то там в курсе казались абстрактными, но в этой ситуации к ним нужно обратиться, потому что они помогут нам работать. А, собственно, как передается энергия? Ну, сейчас пока что мы это приостановим. Это все непросто. Но так очень хорошо, что это непросто. Это место, где можно задуматься. И непросто. А дальше, ну, как бы, Михаил все время подчеркивает следующий шаг. Но ведь волна не только энергию передает, она же и импульс передает тоже. А как себе представить этот передаваемый импульс? То есть, что, ну, тогда у нас, как бы, понятно, о чем хочется сказать, что волна добегает до стенки, отражается, и это как шарик отразился, который ударил и отлетел. Аналогия. С шариком нам понятно, с волной нам не очень понятно, потому что вроде бы на поверхности стены у нас есть просто колебание давления. Оно было атмосферным, а теперь, когда волна отражается, она больше атмосферного, меньше атмосферного, больше, меньше. Откуда же возникает постоянная составляющая, которая на стенку должна давить, если в самом деле импульс передается? Следующий вопрос, следующий момент непонимания. И вот именно из таких вопросов, на которые не ответишь сразу, но которые ты, ну, как бы, развешиваешь там в своем гардеробе, навешалку, да, как любит говорить один мой знакомый. И так поглядываешь иногда туда, в сторону. Вот из этих вопросов, из наработанных, старых, новых, и складывается система очень постепенного понимания. И раз уж я против говорил, то я скажу еще вот, что я в этом проекте участвую с 90-го года, получается, уже 30 лет. И когда-то Владимир Иванович Шерест, который этот проект затеял, он предложил такой девиз, который сохраняется и по сегодня. Это девиз Новосибирского турнира юных физиков. От неполного знания к полному непониманию. То есть, прежде чем что-то понять, нужно убедиться в том, что ты ничего в этом месте не понимаешь. Только тогда понимание и приобретение настоящего знания того, в котором ты крепко стоишь, можешь отвечать на вопросы, всегда уверен. Только тогда оно и окажется возможным. Вот это самое полное непонимание и есть то, через что я желаю пройти. Каждому, кто по-настоящему интересуется наукой, ощутить удовольствие от непонимания. И от того, что ты его сумел, как непонимание, ухватить и удержать. Ну вот, наверное, все, что я сегодня хотел сказать. Спасибо вам большое за внимание.